Значит, поскольку у нас сегодня Игорь с нами, я хочу поговорить о понятии судьбы Уса Фокла, Пушкина, Александра Дюма, ну и в помести временных лет. Значит, что такое судьба и зачем она нам нужна? Ну, она нам нужна по той простой причине, что, как правило, если судьба существует, то ее никто никогда не знает. Но бывает такая ситуация, когда эта судьба открывается перед человеком, над которым она будет в будущем давлением. Когда это бывает? Бывает это только в одном и том единственном случае, когда человек начинает с этой судьбой бороться, она почему-то ему очень не нравится, но после так, эта судьба благодаря этому ему и настигает. Классическая история, которая написана, это в повести временных лет, сказание о вещах Олега. Олегу, некий, князю Олегу, некий Волхов, то есть некий мошенник и чародей, предсказывает, что он примет смерть от коня своего. Этим слегка печален Олег. Он поручает своим слугам увезти его коня от него подальше, таким образом, что он больше его никогда не видел. И потом, первое, со своими друзьями он спрашивает, как же мой верный конь? Ему говорят, умер. Умер, говорит он. Значит, волшебник ошибся. Таким образом, пойдем посмотрим на его могилу. Он приходит на его могилу, оттуда выползает змея, кусает Олега, и Олег умирает. Таким образом, он пытался спастись от смерти, которую должен был принять от своего коня, но тем не менее, он эту ситуацию смерти таким образом продвинул, предвидел. Точно так же у Сафокла, некого царю, у Сафокла, предсказывают, что его сын убьет его самого и женится на его жене, то есть на своей матери. Он говорит, что такого быть не может, и приказывает своего маленького мальчика куда-то отнести и оставить на съедение зверя. Но на самом деле, там проходил пастух, он этого пастуха, мальчика нашел, а его прислуга испугалась убивать, надо было убить, они не убили. Он его воспитал, и когда тот уже таким юным богатырем возвращался в город, он построился с какой-то красивой повозкой, в которой сидел всегда власый старец, убил его, после этого пришел в город, снова стал царем и женился на его вдове. Это казалось его матерью, а тот человек, которого он убил, оказался его отцом. Одна из наших фундаментальных задач, ну, из моих мелких, мелких фундаментальных задач, состоит это вернуть, значит, Александру Дюма имя более-менее серьезного писателя. Мы знаем эту песню о Вещем Олеге, обработанной там в семи или восьми четверостищих Пушкину. Ну, там только интонация разная. В повести временных лет приходит князь Олег и торжествует, говорит, вот, я победил судьбу, он мой мертв, я жив. То там прямо он торжествует. То у Пушкина он с тоской, с горщик говорит, ах, мой верный друг. И тем не менее, опять выползает эта самая змея, его кусает, и он погибает. Как ни странно, я знаю только одно место, может быть, мне подскажете в мировой литературе, где этот сюжет повторяется. Этот сюжет повторяется в трилогии Александра Дюма, которая посвящена Грена Хуноварскому. Это в первую очередь Королева Марго, и потом Графиня Демонцирова, и 45. В чем там состоит сюжет? В том, что есть некая Екатерина Медичи, которая является матерью четырех принцев. Один из них уже умер, будучи царем. Второй, Карл IX, в этот момент царствует. И у нее еще есть два сына, которые, если тот останется бездетным, должны будут принять этот престол. И она приходит к своему парфюмеру, вместе с тем изготовителю яда для ее услуг, Реми. И точно так же она начинает с ним гадать, несколькими способами, гадая на кухне, на мозгах или еще на счеты, я уже абсолютно не помню эту замечательную историю, вы можете найти. Она и оказывается, что три короля из этой царствующей династии умрут, и после этого, она это интерпретирует в ситуацию, что значит на престол войдет, появится новая династия. Кто является претендентом на это? Муж ее дочери. Генрих Наварский. То есть были валуа, а теперь станут бурбоны. Что делает Екатерина Медичи? Она пытается этого каким-то образом избежать. В том числе, она постоянно засылает к этому Генриху Наварску каких-либо рода убийц. И вот одна из самых интересных историй, там было их несколько, но это знаменитая история книги «Соколиная охота». Было понятно, что Генрих Наварский не умеет охотиться с соколами, но он, к сожалению, на тот момент должен был книжку почитать ночью, чтобы ехать на охоту. И тогда ее страницы пропитываются ядом. Вот так получается, что туда заходит большой любитель соколиной охоты, король Карл IX, ее сын Екатерина Медичи. Он берет вот эту самую книжку, начинает ее листать, а страницы ее склеились. Он всякий раз вынужден населенять палец. И принимает смертельную дозу мышьяка. И после этого он как бы умирает. У него будет агония трехнедельная примерно в это время. Он пытается снять вину со своей матери. И в том числе сюжет он состоит в таком, что хватает несчастного Ламоля, который является духовником дочери Екатерины, собственно, королевы Марго. Находит у нее какую-то восковую куклу с короной на голове. Это на самом деле была восковая кукла, купленная у того же Реми для овладения сердцем королевы Марго. Они говорят, что это был декороль и что он извел короля своим гаданием. Вот этот сюжет. Этот сюжет, который только начинается, и он разворачивается непривно на протяжении всех трех романов. То есть мы понимаем, что делает Екатерина Медичи. Ей сделано некое предсказание. Она этого подсказания пытается избежать, но тем самым она его как бы приближает. Точно так же она, получается, пытаясь отравить Генриха Наварского, она убивает собственного сына. После этого входит бездетный Генрих Третий на престол. К сожалению, он тоже погибает от других Генрихов на убийце. И так далее, и так далее. Я вот просто спрашиваю вашего совета, если кто-то еще знает. Вот я знаю в мировой литературе три случая вот такого. Само собой сбывающееся предсказание. Когда человеку делается некое предсказание судьбы, он пытается его избежать, и сам эту самую судьбу осуществляет. Вот такое. Вот эти три как бы. Первое, это значит, у Сафокла, царей Эдипи. Второе, это у Пушкина, где он полностью повторяет повесть временных лет. И третье, это значит, у Александра Дюма, где это является главной стержем и завязкой его знаменитой трилогии. Ну, второй по знаменитости, после трилогии о трех мушкетерах, это трилогия о Генрихе Наварском, она является третьей она по значению. И вот это, вот такова ситуация. Вот есть у нас что-то подобное или нет? Наверное, уже спирт, что-нибудь я не знаю. Ну, вот я не знаю. Но я не так хорошо его знаю, конечно. Потому что мы тут именно, чтобы сражаться с судьбой, нужно ведь, да? Да, надо сражаться с судьбой. Как она пришла, она несколькими способами, она пробует то и то, как дать на мозгах, на курицах, на еще на чем-то там, на ягнятах, на ком-то. Она пробует и попадает всякий раз, что три царя из старших династий умрут, и сменится династия, появится кто-то другой. И она твердо понимает, кто у них настоящий претендент. Генрих Наварский. Такова ситуация. И по помощи, там, еще нескольких вещей. И Реми, это очень, вот, которого он понимает, когда он пытается, ему приказывают отравить Генриха Наварского путем отравления мадам Десов. У Екатерины Медичи есть Фрейлинов, который влюблен Генрих Наварский, который является его любовницей. И тогда она приказывает Реми изготовить специальный крем на основе мышьяка, чтобы она, мадам Десов, могла покрасить собственные губки. И Генрих Наварский, целуя ее, принял бы опять бы смертельную дозу мышьяка. И Реми приходит ему и говорит, а будете ли вы, насколько вы милосердным государем будете? Насколько милосердным государем будете? Вы готовы преследовать простого исполнителя воли, убившего вашу мать? Потому что до этого Екатерина Медичи приказала Реми мать Генриха Наварского отравить. Точно так же. И он говорит, что да, я буду милосердным государем, я такого человека, безусловно, прощу, потому что он только орудие в чужих руках. Безусловно. И тогда он забирает у мадам Десов, говорит, что вам эта губная помада не подходит, и убирает его. То есть он тоже, вот меня тоже вот этот Реми, он и интересовал, мне казалось, что здесь есть нечто сложное. Но этого сложного нет, по той простой причине, что он-то понимает, что три царя умрут, это действительно так будет, три короля умрут. Но четвертое, это не обязательно будет Генрих Наварский. Он просто таким образом, забрав вот эту помаду мадам Десов, он таким образом выбрал подходящего претендента. Вот, такова вот эта ситуация. Эта вот тема судьбы, саморазворяющейся, самоизбывающейся, она чрезвычайно интересна. Правда ли говорят, что любой, что когда тебе предсказывают судьбу, это как бы всегда знак смерти? Ну, наверное, как смерти, потому что, как мы знаем, когда царь Эдип понял, что он наделал, он ослепил себя. Там у него есть там Эдип в колонии или где-то еще. Я просто, извиняюсь, я слово «софокл» употребляюсь большим трудом по той простой причине, что на философском штурме есть персонаж, который взял себе такой ник Стас Громаков из Саратова. Поэтому для меня, у меня такое отвоение возникает. Я с трудом выговорю этот термин «софокл». Вот, такая вот эта вещь. По этой логике, там, всех философов, с трудом, можно уговарить, что тут у нас все есть. Да, они перебирают все имена, да. Ну вот «софокл» как-то особенно. Ну вот такая вот вещь. Такая вот вещь забавная. Ну вот, я просто не знаю. Это просто, мы многократно уже обсуждали эту таинственную связь между Александром Пушкиным и Александром Дюма. И они настолько были между собой похожи. И вот получается, что сюжет, который Пушкин обрабатывал коротко, Дюма взял на примере французской истории, и он его как бы развил. Ну, по большому счету, на один, но это просто завязка, все идет там дальше, разворачивается. Там уже Екатерина Менча с ее маниакальным желанием убивать, она уже не столь активна, просто она стара стала уже. Вот, такие вот, такие вот, такие вот вещи. Я другого просто такого не знаю. И это вот удивительно. Это дополнительный аргумент в том, что Александр Дюма и Александр Пушкин удивительным образом близки. Ну да, я тоже сходу, честно говоря, ничего такого не помню. И тут ведь еще вот какой момент. Здесь, как заметил Олег Михайлович, здесь есть интересное обстоятельство, что в античной трагедии судьба как бы прямо предрекается и прямо сбывается. То есть, герой с ней борется, там весь в пене, весь в геройстве и все прекрасно. Но судьба, тем не менее, та самая сбывается. А в новое время, новое время в этом отношении приносит изменения. Судьба обманывает. То есть, у греков судьбы обманщицы не было совершенно. А в новое время она уже возникает. Вот у Шекспира какого-нибудь, вот там, да, там судьба без конца обманывает. Ну вот из такого хорошего примера, только Макбет, пожалуй, я могу так сходу вспомнить. Там он из-за чего затевает сам Макбет всю интригу, чтобы, так сказать, устранить царствующую династию, стать самому царем. Потому что он получает ясное предсказание, что ты все это сможешь проделать. Он узнает, что все будет хорошо, при одном условии, там, если лес, Дунсинанский не пойдет в атаку. Он говорит, а, нормально, никогда не пойдет. А он пошел, да. А он пошел. Да, то есть его судьба обманула. И, ну, там, это много где. У Пушкина, у того же самого, у всех. А в этом смысле, ну, можно, наверное, сказать, что вот такая нитка преемственности с античной трагедией, ну, вот существует. Ну, вот только два места я знаю. Вот этот трилогия Дюма и семь или восемь четверостишни Пушкина «Песня вещи Малега». Больше другого не знаю. Ну, да. Таких вот вещей. Это, как бы, так очень интересно. То есть, как бы, это поразительное. Поразительное совпадение, чтобы Александр Французский и Французский, и Русский, как бы, по сути, работали на одной и той же теме. Витя, а почему вас именно этот сюжет проявлял? Там, в литературе же, в мировой много разных сюжетов. И почему именно этот? Что-то такое специфичное. Ну, фиг его знает. Я, компьютер у меня тогда сгорел, после операции лежал и читал Александра Дюма. И, господи, боже ты мой, а? Вот такая вещь. А так, вопрос давности судьбы. Нас важно. В нашей парадигме эстетики этот вопрос действительно важен. Таких бы, возможно. Ну, все, да.